Пришел к нам с частично готовым дизайн-проектом. Мы поняли, что нужно просто начать с нуля. В этой квартире огромные окна. Квартира смотрится воздушной. У нас окрашенной дорогой американской краской Шервин Виллимс. Также еще дверь. Проверяется, что вы ее открываете в любом положении. Это у нас порцелоноса Мармал Карари. Стоимость в районе... Стоимость одного квадратного метра в районе... С дюралопластом такого нету. Теперь самое интересное это бюджет и сроки. Всем привет! Сегодня у нас обзор очень стильной квартиры площадью 43 квадратных метра в белых тонах. Это жилой комплекс Headliner. Здесь наша команда выполняла разработку дизайн-проекта. Вела работу под ключ. А также комплектовала объект чистовыми материалами. Изначально заказчик этой квартиры пришел к нам с частично готовым дизайн-проектом. Который разрабатывала достаточно известная отделочная компания города Москвы. Но не смогла довести дело до конца. Мы начали ремонт по этим чертежам. Но после того, как поняли, что даже перегородки не получается выложить. И то, что предыдущий дизайнер не знал, что такое инженерные коммуникации. И они должны быть в квартире. Мы поняли, что нужно просто начать с нуля. И это будет быстрее и дешевле для нашего заказчика. Мы полностью переработали проект. Можно сказать, его воссоздали с нуля. И сейчас мы пройдемся по квартире. Я вам покажу планировку. А потом уже перейдем к чистовым материалам. По классике начнем с коридора. Входная дверь. Мы ее, кстати, заменили. Большой шкаф по правую сторону. Он полностью сделан в зеркале. Для того, чтобы можно было посмотреть перед выходом. Тумбочка для ключей телефона. Пуфик для того, чтобы сесть и завязать шнурки. По левую сторону у нас санузел. Получился он огромный. Вы сейчас увидите. Вот, посмотрите, здесь ванна, инсталляция, стиральная машина. Еще, кстати, будет шкаф, чтобы вот эти вот вещи все спрятать. Здесь у нас большая раковина и зеркало. Проходим дальше. Вот, кстати, по поводу двери под скос. Не совсем решение, которое мне нравится. Но именно в этой квартире, да, заказчик настоял, что вот ему хочется так вот. И действительно не прогадал. Смотрится очень круто. Кухня. Посмотрите на большую просторную кухню. Кухонный гранитур у нас ровный. То есть можно было сделать буквой Г. Но, тем не менее, здесь достаточно много места. Все, что нужно, уже здесь поместилось. Вот у нас здесь холодильник, варочная панель и мойка. Здесь у нас духовка и микроволновка. Обеденный стол. Здесь у нас телевизионная зона. Телевизор приедет чуть-чуть попозже. Дальше мы с вами проходим в комнату. Дверь у нас здесь раздвижная. Большая кровать, по бокам тумбочки. И самая классная тема – это гардеробная. Очень много места. В этой квартире огромные окна, а в спальне еще больше. За счет вот этого балконного блока также есть маленький балкончик. Но на него я выйти не смогу, я застряну. Стены выполнены в светлых тонах. И за счет большого количества света квартира смотрится воздушной, просторной и легкой. Цвет стены убирал наш заказчик и абсолютно не прогадал. Черновой этап с этой квартиры уже на нашем канале. Ссылочка будет в описании. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Давайте сейчас расскажу про чистовые материалы. Стены и потолок у нас окрашены дорогой американской краской Sherwin Williams. На данный момент это одно из лучших предложений на российском рынке. У ней высокий коэффициент укрываемости, глубокий насыщенный цвет. Так что всем рекомендуем использовать ее на своих объектах. Дверь у нас от производителя Софья. И эта дверь у нас двежная. Это дверь в комнату. То есть принцип работы двери вот такой. То есть она съезжает вот в такой вот скрытый пенал. И вот эта часть, она у нас выполнена из гипсокартона. А здесь вот вы можете видеть, стена уже отштукатурена. То есть на этапе чернового ремонта формируется каркас, ставится пенал. И эта дверь уже скрывается именно в нем. И обычная классическая дверь тоже от производителя Софья. Она у нас открывает доступ в санузел. Хорошие, добротные, дорогие двери. Вот с такими вот хромированными элементами открывания. Вот можете посмотреть, как установлена дверь. Вот здесь вот должно быть все четко подрезано. Никаких щелей, никакого силикона. Вот это вот красивая, правильная установка двери. Также еще дверь проверяется. То, что вы ее открываете в любом положении. И она должна оставаться на месте. Очень круто смотрится керамогранит. Это у нас порцелоноса Marmal Carari. Стоимость в районе 6,5 тысяч рублей за квадратный метр. И смотрите, что интересно. На полу аналогичная плитка, но уже в размере 60 на 60. То есть это одна и та же коллекция, просто разных размеров. Эта плитка черная, это Atlas Concorde. Она чуть дешевле, там уже в районе 6 тысяч рублей за квадратный метр. И вот видите, вот эту одну большую плитку. Это скрытый потайной люк для доступа к инженерным коммуникациям. В ролике на черновом этапе вы можете посмотреть, как это выглядит до того, как была уложена плитка. Ванна у нас Veleroi Bosch. Достаточно стильная. Она имеет улучшенную эргономику. Когда вы здесь лежите, то тело более комфортно располагается в ванне. Система инсталляции аналогична Veleroi Bosch и клавиша тоже от Veleroi. Смотрится безумно красиво. По желанию заказчика мы сделали дополнительные полки для того, чтобы поставить всякие пузырьки. Не очень люблю это решение, потому что это все очень тонкая, кропотливая работа. Но нашему заказчику мы не могли отказать. И вот сделали такую красоту. И внутри вы видите аналогичная черная плитка, как и на коробе. Еще один момент важный. Эта плитка на полу идет единым контуром в коридор, а также на кухню. И посмотрите, как интересно сделано. То здесь у вас условно влажная зона, когда вы можете что-то уронить, пролить. А здесь уже, там где обеденный стол, у вас уже лежит паркетная доска. Здесь, естественно, есть теплый пол. Вот элемент управления. Пожалуйста, я по нему хожу. Очень чувствуется, что греет. И вот так вот со стороны это все безумно красиво смотрится. Также еще фартук, смотрите, он практически совпадает с плиткой на полу. Но есть небольшое отличие. Вот этот узор более большой, более насыщенный. А так вот издалека смотрится практически одинаково. Там, где у нас нет керамогранита, у нас уложена паркетная доска производителя Carse. Это швеция, материал дерева дуб. Размер одной доски 2,40 на 20 сантиметров. Стоимость одного квадратного метра в районе 6,5 тысяч рублей. Разделение между керамогранитом и паркетной доской у нас сделано пробковым компенсатором. И вот так это все выглядит. Естественно, уровень плитки и уровень дерева одинаковый. Что еще важно отметить? Плинтуса в этой нише потолочные и плинтуса напольные выполнены из дюрополимера. Обычно заказчики берут полиуретановые и они со временем начинают рассыхаться. Что бы вы ни делали, брали стыковочный клей, брали специальный клей для монтажа. Все равно через какое-то время этот материал рассыхается, что бы вы ни делали. Даже если вы его будете монтировать при помощи саморезов к основанию, для того, чтобы он не рассыхался. Он все равно рассохнется и потрескается. С дюроралопластом такого нет. Естественно, этот плинтус он дороже, но тем не менее он прослужит дольше и будет без трещин. К примеру, стоимость напольного плинтуса в районе 250 рублей за погонный метр. Также еще были заменены приборы отопления. Это обычный классический реформонолит, бимоналические радиаторы. Значит, можно было поставить какие-нибудь дизайнерские трубчатые, но их будет не видно за шторами, потому что еще планируются дневные полупрозрачные шторы и батареи будет их практически не видно. В спальне тоже они были заменены. Все это мы рассказали на черновом этапе. Мы меняли полностью подводку. Можете перейти по ссылке посмотреть. Теперь самое интересное – это бюджет и сроки. Шесть месяцев нам потребовалось для того, чтобы выполнить этот проект. Стоимость нашему заказчику обошлась в 51 тысячу рублей за квадратный метр. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях или пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вы нам очень сильно помогаете. Спасибо, что насмотрите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok